В чем разница между стримерами-мальчиками и стримерами-девочками? И стримеры-мальчики, и стримеры-девочки хотят зарабатывать деньги. Это не секрет ни для кого. Разница в том, что девочки-стримеры надеются зарабатывать, и что самое интересное, зарабатывают эти деньги только потому, что они... девочки. Где же равноправие, спросите вы, почему же так не могут делать мальчики? Это именно тот аспект, который никогда не захотят менять никакие, даже самые жесткие и упоротые феминистки. Это привилегии, от которых никто, как вы сами понимаете, в здравом уме отказываться не собирается. Девочки могут кричать, что они настоящие геймеры, и что в далеком, по их меркам, 2018 году, они люто задротили в одну игру. Но суть в том, что некоторые особо выдающиеся стримерши иногда не в состоянии даже произнести название игры, которую они в данный конкретный момент стримят. Как вы успели догадаться, я не очень-то жалую девочек-стримерш. По одной простой причине. Это не стриминг. Это торговля лицом, декольте, лосинами, иногда их содержимым. И как только они открыто это признают, Берди Буч тут же перестанет иметь к ним эту претензию. Но вопрос в другом. Я уже делал несколько видео о девушках проекта War Thunder. Некоторые из них меня благодарили, некоторые обижались и грозились кидать жалобы. Да-да, не удивляйтесь. Но суть в том, что я ни разу не составлял топ мальчиков War Thunder. Как бы пошло это не звучало. И вот этим видео я постараюсь исправить сию досадную оплошность. Я представляю вам топ-обзорщиков War Thunder. Топ, в котором будет куча правды и ни слова лжи. Впрочем, как и всегда у меня на канале. Ведь все игроки War Thunder знают. Берди Буч. Именно Берди Буч это самый объективный, честный и неподкупный контент-мейкер и стример нашего проекта. Да, друзья мои. Я уже веду стримы. Если вы там еще не бывали, ребятишки не дадутся врать. Вы очень многое потеряли. Кое-кто скажет. Буч, ведь сделав такой ролик, ты можешь испортить отношения со многими тундропоцами. Ну, что я могу сказать. Являясь одним из немногих независимых ребятишек, я не боюсь портить такие отношения. Ведь у меня их внезапно нет. Все, что я получаю от улиток, это 10 тысяч факин орлов в месяц и 4 прямо на выбор. Это минимум, который дают всем. По некой странной логике, человек, который сидит у улиток на зарплате, не купленный. Нет. А вот Берди Буч продажный до мозга костей. Ну что ж, не будем мешать некоторым ребятишкам так думать. Как говорил Лысый, но не из Бразерс. У них нет мозга. Сразу хочу сказать, что ко всем ребятишкам в этом списке я отношусь хорошо. Даже к Алка, который меня нещадно хуйсосил пару лет назад, когда отрабатывал заказ улитки на обеление официального стримера. Я всех люблю, ну кроме одного. Но там случаи уже клинические, потому товарищ уже давно плачет дурка. Начнем, благословясь. Меня опять задонатили, мама. Седьмое место. На седьмом месте уютненько расположился Миша Фолфайр. У Михаила вполне себе годный канал, наполненный годным по меркам СНГшного фри-ту-плея контентом, в котором он научит вас летать на самолетах и кататься на тунчисах. Как и почти на любом другом канале по данной тематике, тут не чараются работать по принципу конвейера. Невозможно постоянно придумывать новые оригинальные идеи. Как это делает, например, Берди Буч. Давайте не будем спорить, что 95% контента по тундре — это тупорылые нарезочки и бесконечная вереница бесконечных обзоров. Обзор за обзором. Обзор за обзором. Что нужно знать о Михаиле? То, что во время Бичара Срача он нещадно банил всех своих зрителей, кто спрашивал его в чатах стримов о ситуации с улитками. О чем это нам говорит? О том, что по традиции наши тундроблогеры ставят интересы улиток выше интересов своих зрителей. Это неоспоримый факт. Может быть, может быть, Михаил — отличный парень, но складывается такое ощущение, что хорошее отношение улиток для него значит куда больше, чем вся ваша к нему любовь. Мама, мне 80 рублей России задонатили. Выключай, мама! Шестое место. На шестом месте расположился самый унылый обзорщик всех времен и народов — мистер Блэк Кросс. Я сам в свое время смотрел некоторые его видео и не стану отрицать, что чему-то они меня в плане тундры, наверное, может быть, наверное, чему-то меня научили. Но моя личная симпатия никак не может отрицать тот факт, что мистер Блэк Кросс — это лучшее, что вы можете посмотреть, если мучаетесь бессонницей. Шука, наутбуком, мне не надо это! Пятое место. Пятое место делят сразу два наших дорогих контент-мейкера. Крюга ТВ, против которого я ничего не имею, насколько могу судить на данный момент, и Пашка Фриман — главная попрошайка нашей игры. Фриман — это тот человек, который открыто оскорбляет меня на своем канале, но не будем с него за это спрашивать. Более того, я даже не хочу заходить на его канал, ибо после такого визита мне придется постирать лаской свой браузер. Почему попрошайка, спросите вы? Вы знаете, многие мои знакомые ребятишки стебут его и всячески над ним угорают. Я спрашиваю, в чем дело? И ребята говорят мне, да Пашка постоянно клянчит донаты. Просто весь его стрим — это жалобы, слезки и попрошайничество. Я доверяю, но я проверяю. Ради спортивного интереса я зашел к нему на стрим и включил таймер. И ровно через 15 секунд, ровно через 15 секунд Пашка выдал следующее. Ребята, ну да киньте 150 рубликов, что получилось 1000 рублей. Ребята, ну что вам стоит? Ах, да, рили попрошайка. Через год Пашка стримил с Сильвастиком, и я зашел поставить Сильвасту лайк. И что я услышал? Паша Фримен говнил на российских зрителей, потому что на том стриме ему задонатили из Берлина, а из России почему-то донатить отказывались. Что я могу сказать такому человеку? Фримен, перестань мешать меня с говном и прекрати попрошайничесть. Тебе самому не стыдно? И исправь уже свои дефекты речи. Господи, наклячу уже на поход к логопеду. Господи ты, боже мой. Выключай ноутбук, а я сюда задоволился, сука. Четвертое место. На почетном четвертом месте расположился добряк нашего проекта, мистер Амера. Мистер Амера очень высоко отзывается о моем контенте, и периодически его посматривает. По крайней мере, доходят до меня такие слухи. Что касается его контента, то тут два любопытных случая. В прошлом году на него совершила нападение парочка кибербомжей. Они обидели, что Амер очень нелестно о них отозвался. Вы знаете, эти кибербомжи такие непредсказуемые. Второй момент. На одном из своих стримов, если мне не изменяет память, Амера за 500 долларов сбрил свою бороду. Если человек может изменить себя внешне за такую сумму, подумайте. Такую незначительную вещь, как свое мнение, он, скорее всего, может уступить куда дешевле. Разве нет? Вот-вот, ребятишки. Третье место. Эзида. Эзида нынче переживает не самые лучшие времена. Суть в том, что Эзида так строил свой канал, что сейчас, по прошествии многих лет, у него вроде бы нету особых хейтеров. Но особых поклонников, с другой стороны, он тоже не имеет. Он один раз было пытался поиграть в оппозиционеры улиток, но улитки быстро поставили его на место. Я его понимаю, у него жена и дети. У меня, например, детей и жены нет. Я могу говорить и поступать куда более смелее. Но Эзиде я желаю всего самого лучшего. Этот человек, насколько я знаю, никогда меня не говнил. А если есть уважение ко мне, то от меня вам, Дмитрий, тоже true respect. Ну, сука ты, африканская. Небольшая ремарочка перед тем, как озвучить место номер два и место номер один. Разумеется, кроме нашего топа, есть и другие блогеры по тундре. Но по какой-то загадочной причине они все хотят подстелиться под улиток. Некоторые ради денег, а некоторые ради... голды. Да, люди продают реальную аудиторию за виртуальную валюту. То по священному закону видеоблогинга контент-мейкер должен всегда быть на стороне аудиторий. Но в случае с игрой War Thunder ребятишки почему-то об этом забывают. И от этого хуже всем. И аудитории, и проекту в целом. Лучше только тому Ваську, который пляшет перед улиточкой и говнит свою аудиторию. Который почему-то не понимает, что за единственно верным мнением, мнением честным и неподкупным, нужно приходить... Ко мне. Камон, ребята, я Навальный в мире тундры. Мне даже тяжелее, потому что у Навального один Путин, а Юдинцевых целых два. Пиздец. Дебила, блять, кусок ненормального. Место номер два. Да, мы все его ждали. Это Тарнайт. Святой человек нашего проекта. Любимец мальчиков до 15 и бабушек за 55. Человек, который не стал собирать крыс киберкотлет на турнир на YouTube Cup. И сделал все по правилам, показав, что аудитория для него важнее, важнее, чем победа в Турике и важнее, чем отношения улиток. Блогер здорового человека. И хотя я считаю шуточки вроде анус-запеканус самым дном юмористической словесности, я признаю, что Тарнайт, скорее всего, красавчик. Любите Тарнайда. Уроки, сука, мучай, я тебе сказала на завтра. Место номер один. Алконаптер. Да, это лучше. Лучший, разумеется, после Берди Бучи, блогер в истории тундровечества. Это наше золото. Это бриллиант нашего сообщества. Если коротко, история Алка такова. Алка был оппозиционером. Алка зарамсил с улитками. Алка продался. Алка стал главным глашатаем. Все, что нужно донести улиткам до своей аудитории, это вы все услышите от алконаптера. Это рупор наших любимых улиточек. Это их ручная говорилка. Многие говорят, насколько улиткам непросто делать свой продукт, насколько они бедные и несчастные. Но я скажу так. Улитки настолько бедная контора, что их обзорщики катаются на Феррари. Да ты, сучка лысая, просто завидуешь. Ну давайте так. Хотел бы я кататься на Феррари? Определенно да. Продал бы я для этого свою аудиторию. Определенно нет. Алка по повестке это как Соловьев или Киселев. Хотя местами, ну или Тескобеева. И даже учитывая тот факт, что Алка исходился на лютый говно в мою сторону, я все равно отношусь к нему неплохо. Он даже благодарил меня в видео, когда я поддержал его в его борьбе против беспредела телеканала Пизда... Звезда. Ютуб Солидарность. Сами понимаете. Только кибербомжи этого не понимают. Вот такой вот топ ребятишки. Прошу вас, пишите пару одобрительных комментариев в мой адрес и пару оскорбительных в адрес моих тупорылых хейтеров. Зацените нашу группу ВКонтакте и конечно же подписывайтесь на этот ебаный канал. Потому что здесь говорят неправду. С вами был Берди Буч, друзья. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова